Вообще, в целом, в 30 лет в Узбекистане выступать на сцене с шутками, а не работать в Корее на заводе. Понимаете, в чём прикол? Ещё я заметил такую тенденцию, что в последнее время на мои выступления ходит очень много корейцев. Поаплодируйте. Кто корейцы? Чинсон пустой сегодня! Официанты стоят, где все? Где народ? Короче, смотрите, за последнее время, за последние пару лет я очень много выступал на разогреве у российских стендап-комиков. Вообще, самый мой любимый стендап-комик, его зовут Андрей Айрепетов. И в своём выступлении он рассказывал, что Айрепетов не его настоящая фамилия, настоящая фамилия его биологического отца Симонов. И это было очень интересно слушать, потому что, согласитесь, фамилия очень много рассказывает о человеке, о его семье, о его роде. Но если я скажу, что Ким не моя настоящая фамилия, моя настоящая фамилия Пак, вы же все такие... Ой, да похуй вообще! Хоть Пак, хоть Сой, хоть Тэн, вообще плевать нам. Но я недавно сам вообще присоединился к этой волне. Я, короче, смотрел один российский сериал. Там играла актриса кореянка. А мы вообще, вот если кого-то азиатов видим, мы такие... О! А! 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 Да, и мне стало интересно, ее в сериале зовут Люда Канн. Мне стало интересно, как зовут актрису. Я открываю субтитры и вижу, что Люду Канн играет Алена Ким. И я сам такой, какая, блядь, разница вообще! Какая разница вообще! Да, и у меня есть друг, он, короче, должен был мне перевести недавно деньги с карты на карту. И он в приложении перепутал, типа, меня, Пашу Кима, с другим нашим другом Валентином Кимом. Перевел деньги ему. Я говорю, так ты не мне деньги перевел, гони бабки. Он такой, ой, блядь, понаберете себе фамилии одинаковых. Вот у вас фамилия одинаковая, у вас и счет в банке один на всех. Вот нахуй с него и проси деньги, понял? Да, мой друг реально убежден, что мы не просто похожи, мы единый организм, понимаете? Мы от одной такой вот матки королевы, знаете, она такая круглая, белая, как пигоди большая. Она с одной стороны нас рожает, с другой стороны фунчозу вместо молока нам выдает. Такие, вы в детстве питайтесь, потом продавайте ее, вот. Да, ужасно. У меня еще есть один другой друг, он уехал в Корею учиться на врача. У них же что-то там, типа, они 700 лет учатся на врача. Он, короче, уехал в докторантуру, аспирантуру. И он оттуда мне пишет, присылает мне фотографию из аудитории, учебный скелет. Потом крупным планом мне фотографирует череп этого скелета и пишет. Это что за херня? Почему у корейского черепа такие же огромные впадины для глаз, как у нормального черепа? Вы поняли? У нормального черепа. То есть, вот он убежден, что у меня не просто глаза маленькие, у меня и впадины для них малюсенькие. А еще вместо крови у меня соевый соус течет, вместо волос у меня рамен растет, а вместо костей у меня палочки для суши. Я не знаю, что он, но я считаю, что в моих глазах есть один большой плюс. Несмотря на то, что это два небольших минуса, есть один большой плюс. Смотрите. Бывает у вас такое, что посреди ночи вы просыпаетесь, чтобы сходить в туалет, но при этом вы максимально прикрываете глаза, чтобы свет вас не разбудил. У меня проблемы такой нету. Понятно, я... День или ночь? Непонятно. Короче, было такое, что нужно было зарегистрироваться в одном приложении на розыгрыш автомобиля. Я не буду называть это приложение. Давайте так, оно называется как будто звук, когда вы мышкой пользуетесь. Вот такой вот звук. И там, короче, нужно было пройти идентификацию, нужно было сфотографировать себя на фронтальную камеру. И вот я вот так вот навожу телефон на себя, и мне приложение пишет, убедитесь, что ваши глаза открыты. Я другу показывал, он там работает, я ему скриншот присылаю, говорю, разберись, сходи в администрацию, пускай они там разберутся. Он говорит, ну я показал, мы всем офисом поржали. Спасибо большое. Я теперь понял, почему девушки со мной на улице не знакомятся. Они на меня смотрят такие... Да он спит. Да он спит, не буду подходить к нему. Немного пикантных тем. А поаплодируйте, кто слышал такой стереотип, что все корейцы хорошие рыбаки. Если что, не я это выдумал, я бы что-то поинтереснее придумал бы. Короче, да, существует стереотип, что все корейцы хорошие рыбаки. И у меня раньше была шутка, что это такая божья благодать за маленький член. Поняли? Типа компенсация. Бог, когда создавал, такой, да зачем тебе, ну, большая елда? Вот тебе сазан на 3 килограмма, когда захочешь. Но я... Но я... Этому нельзя аплодировать. Я... Однажды я съездил со своими друзьями на рыбалку впервые в жизни. Я ничего не поймал. Я сижу на берегу с этой ебучей удочкой. Такой, у меня что, и это отобрали? Мне нужно было просто по пояс голым в воду зайти. Рыба такая. Это что, червяк? Сейчас приплыву. Кому есть 30 лет, поаплодируйте. Эти грустные, но мудрые аплодисменты. Да, короче, мне 30 лет, и это очень странный возраст, очень интересный возраст. Это такой возраст, когда в любое рандомное время может заболеть любое рандомное место на твоем теле. Понимаете? Я, короче, недавно... Спасибо. Я недавно проснулся от того, что у меня что-то колет в жопе. Я такой, а, так вот почему мне снилось, что я еду на велосипеде без седла, но... Велосипед зовут Олег, но ладно. Я такой, ну, я после этого такой, ну, теперь это часть моей жизни. Теперь я так буду жить. С покалыванием в заднице. Во-вторых, 30 лет это такой возраст, когда ты все еще слушаешь L1, но уже принимаешь L-цероксин. Поняли? Кто сидит на L-цероксине, поаплодируйте. Короче, для тех, кто не знает, что такое L-цероксин и не в курсе, что йода дефицит в Узбекистане у каждого второго, я сейчас боюсь, как бы турбопатриоты такие, что? Какой еще нахер дефицит в Узбекистане? Йода хватит всем. В Казахстан отправим. В Кыргызстан отправим. Всем йода хватит. Короче, L-цероксин это препарат. Его выписывают людям, у которых плохо работает щитовидная железа. И оказывается, L-цероксин выписывают людям до конца жизни. Представляете, нужно пить этот маленький препарат до конца жизни. Но если честно, в 30 лет фраза «до конца жизни» звучит не так уж и страшно. Ну, в 30 лет ты такой, да хз сколько осталось, я в целом попью этот L-цероксин. В 30 лет ты уже ходишь, знаете, постоянно вот на грани. То есть ты сидел на корточках очень долго, резко встал, у тебя закружилась голова, ты упал, ты умер. Или ты такой на вечеринке, ребят, а давайте виски пловом закусывать будем. И все нахуй, ты умираешь. Ребят, никогда, никогда не смешивайте виски и плов вообще. Это несовместимые ингредиенты ни в какой вселенной, никогда. Я, короче, один раз так сделал, чуть не сдох. И бывало у вас такое, что у вас в желудке борются две группировки. С одной стороны такие, знаете, ирландские односолодовые джентльмены, которые такие «What's up, man? Do you want to have problems? Problems!» А с другой стороны, вот эти, из старого города, толпа стоит такие «Эска! Бувина, а мы, бля! Ди нахуй отсюда! Ди, 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 ди!» И все, они все вместе уходят. И эти джентльмены, и эти, блядь, со старого города все выходят. И ты умираешь зеленый, валяешься, блядь. Никогда не делайте такого. Да, но в 30 лет ты начинаешь по-другому думать о смерти. И вообще задумываться о смерти. Короче, когда тебе лет 16-17, и ты только поругался с родителями, ты думаешь, я сейчас покончу жизнь самоубийством, и они поймут, какие они плохие родители. Или тебе 16-17, и ты поругался с девушкой, и ты думаешь, сейчас я покончу жизнь самоубийством, и она больше ни с кем не сможет встречаться до конца жизни. Да, конечно. А когда тебе 30 лет, и ты задумываешься о самоубийстве, и ты такой, не, не, мне еще зарплату за прошлый месяц не выдали. Я что, бесплатно работал, что ли? Посылка на УЗУМ должна прийти скоро. Кто ее забирать будет? Корпоратив скоро. Ну, пойду, напьюсь там. Историю браузер не почистил, блядь, там такое. Увидят в закрытом гробу, хранить будут. Нет, 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 нет. Ты, короче, в 30 лет из-за того, что тебе очень страшно умереть, ты начинаешь очень много и часто ходить по разным врачам. Вообще ко всем врачам начинаешь ходить. Я, короче, впервые в жизни недавно сходил на УЗИ, это очень странная процедура. Я что-то лежу, знаете, на вот этой кушетке, смотрю в экранчик такой, ну что там, доктор, мальчик или девочка? Мне говорят, это холецистит. Я такой, еврей, что ли? Интересно. А во-вторых, я на этой процедуре понял, как чувствуют себя девушки после секса, понимаете? Я, короче, лежу, у меня что-то на животе гель какой-то, на лицо чуть-чуть попало, я, я лежу, врач куда-то ушел, я лежу неподвижно такой, он приходит, салфетки мне кидает, такой, на, вытрись. Вот мой номер, если что, звони. Вот, ну, вот такое было. Я вытираюсь такой, он меня любит. Да, короче, начинаешь ходить по разным врачам, я даже к проктологу ходил. Кто ходил к проктологу, поаплодируйте. Брат, спокойно, у нас сегодня был фейс-контроль, билет и здоровая жопа, понял? Чтобы все такие. И ничего, что вон там чувак на стуле вот так сидит, чуть-чуть себе место оставил, не присаживаться. Да, сделаем вид, что у всех здоровые жопы. Нет, короче, да, я не буду говорить, что это мой друг ходил к проктологу. Нет, я ходил, потому что есть такие люди, которые сами к врачу приходят и такие, доктор, вы знаете, тут такое дело. Короче, вот мой друг, не я, мой друг, короче, ходил по квартире голый. И так получилось, совершенно случайно, он поскользнулся, и пульт от телевизора у него в жопе оказался. Ну, что вы посоветуете ему сделать? Врач такой, ну, вы не переживайте, вы расслабьтесь, вы присаживайтесь. Вот, телевизор включился. Ну-ка, встаньте. Переключился, канал спорт. Ну, я, короче, я ходил к проктологу, это очень странно. Вы, короче, заходите туда, вам сразу говорят, консультация 150 тысяч. Я такой, бля, умные, надо деньги брать сразу, потому что очень сложно и трудно требовать деньги у плачущего мужчины на выходе. Я захожу, даю 150 тысяч, захожу, мне врач говорит, все, вставайте на кушетку, на четвереньке снимайте штаны, засовывает мне палец в задницу, что-то там шебуршит. Говорю, все, все нормально, езжайте домой. Я еду домой, и такое ощущение, что меня чуть-чуть обманули. Ну, я такой, я что, за 150 тысяч сумм мне просто палец в жопу засунули? Я же сам дома мог, ну. Почему, ну, ощущения не те, что ли, что? Это очень странная процедура, мужики, сходите, я всем советую. Я, ой, там, короче, знаете, когда вот вы, вроде, казалось бы, палец, да, не кулак, палец, но ты себя чувствуешь марионеткой, как хрюшей, степашей, спокойной ночи, малыши. Врач такой, кашляйте, ты кашляешь. Он говорит, кашляйте громче, ты кашляешь громче. Он такой, прокашляй мое имя, скажет, что любишь меня, ты это сделаешь. Самое ужасное, что когда только вот палец заходит, ты такой, ой, 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 ой. И врач такой, все хорошо? Представляете, в этот момент сказать, так хорошо, доктор. Мне еще никогда не было. Мне кажется, вот все жидкости, которые в моем теле есть, я все им отдал, кроме слез. У меня их не осталось, понимаете? Столько анализов сдал, но это, оказывается, так дорого. Я, короче, в детстве максимум, что сдавал, это кал. Знаете, вот, какашки сдавал в спичечном коробке, вот, это было бесплатно. Короче, в детстве, я помню, в первом классе нас заставили принести кал на анализ. Я не знаю, зачем, наверное, дефицит пластилина был в начале нулевых. Короче, мать как-то собрала, не знаю, как в спичечный коробок. И то, надо было дождаться, пока освободится спичечный коробок, тебе никто его просто так не даст. Как-то засунула, ничего, ни во что не завернула этот коробок. А у нас коробок, это эталон герметичности, как мы знаем. Завернула его, засунула мне в рюкзак. Я, естественно, забыл нахер про него. Протаскал я его две недели, я открываю. Мам, нам нужен новый рюкзак. Здесь кто-то живет. На меня похож. Да, я, короче, я сдавал. И то, я ничего не сдал, но мне дали справку, что я здоров. А недавно я сдавал анализ на витамин D за 300 тысяч суп. 300 тысяч, представляете? Два раза к проктологу можно было сказать. 300 тысяч витамин D. Солнце, витамин D, 300 тысяч. И то, я прихожу с этими анализами к врачу. Она смотрит такая. Непонятно. Непонятно, вам бы еще пару анализов сдать. На витамин А, витамин В, С и Е. Бать еще, сколько нужно анализов тебе сдать. Я сижу и думаю, сколько там еще букв в алфавите осталось? У меня денег столько нету. Да, я хожу к эндокринологу. Я, короче, когда первый раз пришел, она спрашивает, когда в последний раз вы проверяли глюкозу? Я говорю ей, а снег идет? А снег идет. По щекам мне бьет-бьет. Болею очень, температура. Стою и жду тебя, как дура. Снежинки ртом ловила. Очень мило. Клевый вечер. Делать нечего. Там, где нет тебя. Она говорит, ну, спасибо. Спасибо. Она говорит, ну, с глюкозой все хорошо, с головой нахуй не очень. Ты что пришел вообще? Во-вторых, она говорит, сколько раз в день вы ходите в туалет по-маленькому? Я говорю, если честно, я никогда не считал. Но самое ужасное, что после этого вопроса ты начинаешь считать, сколько раз ты ходишь в туалет. Вы сейчас начали думать, а сколько раз я хожу в туалет? Если за день ты не сходил 8 раз, ты вечером начинаешь подгонять результат, ты начинаешь выдавливать из себя вот это все. Там уже не моча, слезы текут. Ты такой, хе-хе. Зато 8 раз ходил, хорошо, я буду здоровый. Она говорит, вы должны много пить жидкости, часто ходить в туалет, чтобы избежать сахарного диабета. Но при этом, если вы много пьете жидкости и часто ходите в туалет, это признаки сахарного диабета. Я такой, блядь, можно я к проктологу вернусь? Там у него все хорошо, мы подружились с ним, уже у нас контакт был. Теперь о самом главном. Я не женат, мне 30 лет, моя мать заставляет говорить мне это на каждом выступлении, я не знаю, зачем ей это. Моя мама такая, ну слушай, если ты за 30 лет не смог найти себе жену, давай я тебе выберу. Нет, я своей матери не доверяю выбор своей жены, потому что у нее вообще, знаете, по-моему, единственный сейчас критерий, дышит нормально, погнали. Нет, у нее вот очень много критериев, но среди прочих вообще нет критерия красоты, вот вообще. Она такая, смотри, хорошая жена должна быть умная, воспитанная, из хорошей семьи, образованная, трудолюбивая, работящая, вкусно готовит, хозяйственное. Лицо, оно есть, пусть будет, что выебываешься, пусть будет, какое есть, пусть будет. Она говорит, я вот, я так о невестке мечтаю, я ее всему научу, я ей все рецепты расскажу. А вот, чтобы вы понимали, как моя мать готовит по рецепту. Она читает рецепт такая, так, яйца 10 штук, 4 хватит, мука, соль, разрыхлитель, молоко. На воде сделаю, масло сливочное, бананы. Картошку добавлю, тоже вкусно будет. Вот, вот так вот она готовит. Поэтому я недавно, короче, ходил в кафе, мне говорят, вы знаете, у нас так вкусно, как будто мама готовила. Я такой, чья мама готовила? Если моя мама готовила, я ухожу отсюда. Я специально к вам пришел, чтобы не есть, что моя мама готовила, вы что творите? Она, я не знаю, чему, она такая, я ему всему научу, чему научит мою жену человек, который, вот знаете, к нам родственники раньше приезжали, в детстве, когда я маленький был, до поздна оставались, никакого, естественно, Яндекс.Такси тогда не было. Они такие, ну куда вы на ночь, глядя, поедете? Оставайтесь у нас, вон с Пашей на одной кровати вольтом ляжете. Я такой, ага, спасибо. А где вы у вольта? Вонючие ноги, как у дяди Валеры видели. У вольта внизу, другой валет, чтобы не воняло. Мне, ему хорошо, я маленького роста, мои ноги не достают до его головы, передо мной вот это. В носках, естественно, почему-то, не знаю. Там есть, конечно, вариант лечь пониже, но там перспектива еще хуже. Ты думаешь, ну мы, конечно, вольтом лежим, но его туза я нюхать не собираюсь, понятно? Извините. Я вообще считаю, что не всем можно и нужно жениться, потому что вообще бы немножечко поднять уровень образованности в плане физиологии. Короче, у меня одна подруга забеременела, и она говорит, я не понимаю, как это произошло. Я говорю, ну в смысле, как, ну, так это как? Она такая, ну я не понимаю, как это произошло, я же там всегда после этого с мылом моюсь. Я такой, чего? Ну она говорит, ну ты после этого дела идешь в ванну, и там поглубже с мылом моешься, и все нормально? Все было бы нормально, если бы это был не второй ее ребенок, понимаете? Я говорю, ты в следующий раз, мистер Пропер туда заливай. Силит бэнк для прочистки труб, чтобы наверняка, блядь, ничего там не было. Куда ее муж смотрит, я вообще не понимаю. Он не самый глупый человек, которого я знаю. Самое страшное в этой ситуации, если она сказала, дорогой, а давай уже начнем нормально предохраняться. Он такой, да зачем? Меня вон член мылом натер. Чтоб ты туда-сюда не бегала. Я у них дома руки с мылом больше не мою. На всякий случай. Короче, смотрите, на самом деле, я знакомлюсь с девушками, хожу на свидание, но, честно, поднадоело. Я сижу в Тиндере. Кто сидит в Тиндере, поаплодируйте. Один человек к проктологу ходит, один человек в Тиндере сидит, все. Короче, смотрите, я считаю, что я вообще достиг пика своей юмористической карьеры, потому что меня начали узнавать в Тиндере. Мне одна девушка пишет, «Йоу, я тебя знаю, ты вроде как стендап-комик, только если, конечно, это ты». Я говорю, а почему могу быть не я? Ну, мало ли, кто-то твои фотки себе взял для профиля. Я такой, че, блядь? Кто-то взял мои фотки себе в профиль для Тинера? Этот парень умрет девственником, понятно? Просто если раньше со мной просто не знакомились, то мне сейчас пишут, «Йоу, я тебя знаю, у тебя классные шутки». Я пишу, ну так, может быть, познакомимся поближе, сходим на свидание. Мне пишут, «Нееет, у тебя просто классные шутки». Иди нахуй, петух. Ну, понимаете? У меня были отношения через Тиндер. Мы провстречались с девушкой что-то около полугода. И после полугода отношений она сказала, что, типа, «Извини, я ничего не чувствую». Если что, я не про это, да, понимаете? А то я бы сказал ей, «Ну я же рыбак хороший!» Я думал, пока на рыбалку не съездил. Нет, она такая, типа, «Ничего не чувствую, я ухожу». Я, честно признаюсь, я этим не горжусь, но иногда я захожу к ней на страницу в Инстаграме в надежде, что она стала бомжихой. Но мне все хорошо, к сожалению. И, короче, такой момент. Единственное, что меня успокаивает в данной ситуации, что она тоже, типа, переживает наше расставание. У нее раньше были, знаете, такие длинные, ухоженные, классные волосы, которые она очень любила. Она много денег туда вкладывала. Но после расставания она бахнула себе вот такое вот каре, а девушке не дадут соврать. Это вот для девушек это акт самопожертвования, понимаете? Это вот что-то вот она каре себе такое сделала. Но, если что, для мужчин это тоже работает. Если я ебану себе сейчас вот такое вот каре, все будут говорить, да, не трогайте его. Он расстался и ебнулся, по-моему. Он каре себе сделал, ходит, глюкозу поет, не трогайте его. Да, я считаю, что я достиг пика своей юмористической карьеры, потому что мне недавно предложили поужинать в компании бизнесменов. Понимаете, типа, чтобы я поднимал им настроение, шутил шутки всякие, анекдоты рассказывал. Я сижу и думаю, блядь, да я и скортница. Учитывая мою внешность, я еще и гейша, но... Да я и скортница. Забегая наперед, я скажу сразу, я не согласился, потому что я не продаюсь, и мало предлагали. Но я не пошел, потому что, во-первых, я не понимаю, как бы прошел этот вечер, потому что у эскортниц очень простая работа. Они сидят, делают вид, что им нравятся шутки бизнесменов, потом они делают вид, что им нравится сама компания бизнесменов, потом они делают вид, что им нравятся писи бизнесменов, и все, у них деньги в кармане. А мне же до последнего, если они не рассмеются, я должен буду, ребят, подождите, у меня есть еще одна шутка, «Ребят, у меня есть анекдот, у меня есть веселая история, ладно, давайте я вам отсосу». Вот такое там будет, прям чувствую. Реально, мне кажется, в какой-то момент скажут, «Ладно, давай, короче, шутки заканчивай, раздевайся, мы с тебя суши поедим, все, и деньги тебе отдадим». Короче, мне 30 лет, и родители очень сильно давят. Уже, на самом деле, не за то, чтобы я женился. Им нужны внуки. С нас требуют прям внуков, хотя у них уже есть двое внуков. У меня есть сестра, у нее двое замечательных детей. Но они живут в Корее, им вот так вот, знаете, показали, как, знаете, кровь для акул. Они почувствовали это чуть-чуть, и они теперь как наркоманы такие, «Нам нужны внуки, нам нужно, нам нужно еще внуки, нам нужно много внуков». Вот такие они, знаете, они насытные. Они, знаете, как злой раджа из золотой антилопы. Мы должны, вот как эта антилопа, вот так вот, копытом вот так вот топать. Внуки должны лететь в разные стороны на них. Они такие, «Да, еще, еще, еще». А когда ты им говоришь, «Дайте денег, не хватает детей, выращивай». Они такие, «Довольно, сами родили, сами воспитывайте, понятно». Они очень в этом плане ненасытные. У меня отец давит еще на меня, я из-за того, что единственный сын в семье. Он давит на меня, он говорит, «Если не ты, если ты никого не родишь, наш род на тебе закончится. Наша фамилия на тебе закончится. А ну-ка, Кимы, поаплодируйте». Не, я думал, больше будет. Ладно, шутки не знаю. Блядь, нас миллиард, если что. Ну, Ким Кардашьян за нас полработы делает вообще. Не знаю, за что он переживает. Я вообще, я не знаю, я смогу жениться, не смогу, потому что я стал довольно таким специфичным человеком к 30 годам. Я, короче, чуть-чуть жадным стал. Я вообще это экономностью называю, но друзья говорят, что ты жадный. Нет, я экономный стал. Но я умеренно, знаете, такой жадный. Короче, я не такой, что типа я с девушкой, она такая, «Дорогой, я пить хочу». Я такой, ну, рот открой, дождь идет. Не видишь, что ли? И ничего, что мы в помещении сидим. Нет, я такой, типа я в кино не покупаю попкорн. Потому что, во-первых, я не понимаю, как маленькое ведро попкорна может стоить как целая, блядь, кукурузная плантация. Во-вторых, я не... Ну, когда вы берете этот попкорн, обязательно найдется вот это зернышко, которое не раскрылось, которое раскусить невозможно, проглотить нельзя, выплюнуть некуда. И ты как дебил весь фильм катаешь это зернышко во рту. Я недавно на опенгеймера ходил два с половиной часа, блядь. Я в эти моменты предпочитаю целоваться. Поняли? Чтобы оп, в чужой рот. И все? Ну, а не мои проблемы. Извини, мы больше не целуемся. Я вообще против транжирства. Понимаете? Я против транжирства. Я, короче, такая ситуация произошла. Меня недавно девушка пригласила к себе домой выпить чаю. Поняли, да? Типа выпить чаю. И мы реально пили чай. Но суть не в этом. Она берет две кружки, наливает туда кипяток, дает мне один чайный пакетик, берет себе другой чайный пакетик, вот так вот заваривает их, вытаскивает и убирает их. Я на это смотрю и думаю, хуя ты богатая. Ну, с каких пор это стало нормой? Ну, у меня на прошлой работе как было? Когда кто-то хочет чай, он должен встать и спросить, кто хочет чай? И тот, кто хочет чай, подходит со своими кружками и вы вот так вот этот один бедный пакетик вот так вот по кругу завариваете, пока он не перестанет красить воду. Потом вы с этим пакетиком идете в соседний отдел, и говорите, кто хочет, зеленый чай. И там пару чайников завариваете. И еще мать очень сильно требует, чтобы я женился только на кореянке. Я не знаю, в какой момент она стала такой националисткой. Мне кажется, что вот она стареет, мне кажется, что она сможет высосать жизнь из моей невесты и снова стать молодой. Вот мне кажется, единственное объяснение. только на кореянке, а я боюсь жениться на кореянке. Я боюсь, что она изменит мне, что у нас родится ребенок, и я не смогу понять, мой он или нет. Я буду смотреть на него и такой, глаза, как у меня. Нос, как у меня. В целом, на меня похож. Вот только сука говорит по-казахски. Вот единственный момент. Мать говорит, если ты не можешь найти себе невесту здесь, может быть, поедешь к сестре туда, в Корею, там кого-нибудь найдешь. А я там был. Ну, на меня не вешались там толпы женщин. Такой, вау, говорят, он из Ташкента. Ммм, завидный жених. Живет на Сергелях. Класс. Перееду туда. Не вешались на меня. Странно было, на самом деле, очень странно быть корейцем в Корее и не говорить на корейском языке. К тебе подходят, люди что-то спрашивают, и ты, как, знаете, дебил такой. Ну, ты для них не иностранец, ты просто, знаете, дебил. Такой, ага. Окей, окей, вот такое, бля. Да, короче, честно скажу, я тоже корейцев не различаю на внешность. Я, короче, зашел как-то в торговый центр, вижу плакат. Там красивый кореец, модель. Мимо проходит такой же, точно такой же. Я говорю сестре, это он? Мне говорят, это не он, это вообще другой человек. Я иду дальше, там еще больше плакат, там красивая, молодая девушка, модель. Мимо проходит, я вам клянусь, точно такая же. Я говорю, ну это-то она? Мне говорят, нет, это не она, это вообще другой человек. Я иду дальше, вижу продавца, и такой, блядь, так это ж я. Один в один, вот, ну, прямо в очках, огурцы только продаю. Я говорю, это я? Мне говорят, да, это ты. Ужасно. У меня подруга недавно поехала в Корею, она насмотрела с корейских дарам, и она говорит, все, я корейский знаю, я выучила. Она приезжает туда, она говорит, я их не понимаю вообще, не понимаю. Я говорю, ну ты не переживай, сейчас субтитры вылезут, как ты привыкла. Не отличая вообще по внешности, я ездил туда со своей мамой, я до сих пор не уверен, я со своей мамой вернулся обратно, потому что мы один раз там с ней разминулись. Мать говорит, ну типа там найди себе невесту, все дела, а вы же понимаете, что мы вообще разные по менталитету люди, с разными привычками, с разными обычаями, все дела. Меня не примут, я думаю, что я тоже не смогу никого принять. Поаплодируйте те, кто слышал такой стереотип, что в Корее можно пукнуть за столом. Если что, ну я тоже не придумал, я бы поинтереснее что-то придумал. Короче, да, на самом деле это правда, вот у меня там живет сестра, она замужем за тамошним корейцем, и мы как-то ездили туда, и нас сваты наши, кудалар, чтобы вы понимали, пригласили на обед. Мы, короче, приходим, я сижу за столом, мне нужно было отлучиться в туалет, я ухожу, возвращаюсь, сажусь за стол, через 10 минут понимаю, не за тем столом сижу, я пересаживаюсь обратно к своим. И мы сидим, сидим, и в какой-то момент свекровь моей сестры легко так пукает, понимаете? Типа, я на сестру такой смотрю, такой, сестра такая, и я такой, интересно, ну раз можно, то и я, пожалуй, попробую. Официант, пиво мне и что-нибудь гороховое, сейчас я вам, суки, устрою тут. Я, короче, ну, сидел, подкопил, все, что вот копил, минут 15. У меня такой... если что, теперь я глава их семьи, понятно? Потому что я победил эту схватку. Эта схватка войдет в историю, как битва ветров, понятно? Ну, реально, со мной на вы начали общаться, потому что, ну, смотрите, я, короче, когда вот это все делал, я не учел две маленькие детали. Первая деталь, короче, там можно пукнуть, а не пердануть, блядь, как я это сделал. А во-вторых, когда из-за того, что в Корее в основном еда растительного происхождения, когда они пукают, они пердят, блядь, у них запаха нету. А я восемь часов назад перед вылетом казанка-боб поел, чтобы не голодный прилететь. Бля, на меня смотрели, как на шпионы Северной Кореи. Я такой, вот вам, суки, капиталисты, химическое оружие, нахуй. Все, народ, спасибо большое, у меня на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok